Привет! Сегодня предлагаю проверить, можно ли жить на прожиточный минимум в Украине. Итак, прожиточный минимум для трудоспособного лица составляет 2102 гривны. Сюда входят расходы по платежам и сборам, минимальный набор непродовольственных товаров, потребительская корзина, с которой и начнем. Отправляемся в супермаркет обязательно со своим пакетом. Вместо гречки, которой цены не сложат, я взял пачку риса и пшеничную крупу. Также захватил килограмм овсянки. Свинина простым смертным недоступна, пришлось взять печень и килограмм куриной голени. Желательно пару раз в неделю есть рыбу, поэтому возьму две консервы. Без яиц тоже никуда, берем два десятка. Из овощей я взял морковь, лук и капусту. Странно, яблоки стоят дороже, чем заморские фрукты. Возьму лучше пачку изюма. Хлебобулочные изделия стараюсь обходить стороной. Чай и кофе не пью, следовательно сахар мне не понадобится. А вот без масла обойтись не получится. И еще, хотел взять творог, но цена 20 гривен за 200 грамм меня не устраивает. Поэтому куплю на рынке. Итак, сумма закупки составила 239 гривен, плюс 40 гривен творог. И прежде чем приготовить завтрак, я решил взвеситься. На календаре 1 июня на весах 77 килограмм. Вернемся к завтраку. Взвешиваем 100 грамм овсянки и заливаем кипятком. После чего посыпаем изюмом и накрываем. Тем временем в кипящую воду отправляем 2 яйца. 10 минут и завтрак готов. На обед я решил отварить 100 грамм риса. Параллельно обжаривая несколько кусочков печени и половинку луковицы. Осталось лишь нарезать капусту, натереть морковь. Все это посолить и заправить маслом. По итогу получился вот такой обед. Поужинать мне довелось пшеничной крупой, куриной голенью и салатом. Ну а перед сном я съел примерно 200 грамм творога. Имеющихся продуктов вполне хватило, чтобы питаться на протяжении недели. После чего рис я заменил макаронами, пшеничную крупу перловой. Вместо капусты использовал свеклу. Иногда рвал черешню и варил компот. Однажды не удержался и купил у бабушки стаканчик клубники. На протяжении месяца пришлось купить бумагу, мыло, бритву, заплатить за интернет, поздравить бабушку с днем рождения, а еще у меня закончилась соль. Стоимость всех коммунальных услуг в этом месяце составляет 502 гривны. Внимание, на некоторых чеках сумма указана за 2 месяца. Передвигался я на велосипеде, поэтому транспортные расходы отсутствуют. Из одежды купил только кепку. Ну и под конец месяца подстригся. По итогу за 30 дней я потратил 1940 гривен. И могу сказать точно, жить на прожиточный минимум нельзя. Выживать можно. И то, до наступления отопительного сезона.